Косачев заявил о неготовности Трампа к торгу со стороны КНДР. Президент США Дональд Трамп не был готов к торгу со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына, который мог потребовать реальных шагов Вашингтона для заключения соглашения по диноклеаризации корейского полуострова. Такое предположение сделал глава Комитета Сафеда по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги первого дня саммита США КНДР в Ханая. Давай завтра, лидеры США и КНДР отложили большие дела на четверг. Дональд Трамп и Ким Чен Ын открыли саммит ужином. Сенатор отметил, что американский лидер ехал на саммит в Ханай, будучи преисполненным показного оптимизма, так как политик остро нуждался во внешнеполитическом успехе перед обнародованием выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о связях предвыборного штаба республиканцы с Россией. Кроме того, Косачев обратил внимание, что сейчас все активнее развиваются отношения между Северной и Южной Кореей. Важные договоренности по безопасности в регионе могут быть достигнуты вообще без США. Все это давало определенную фору с Кореей Пхеньяну, который мог позволить себе серьезный торг в обмен на реальные шаги. «Полагаю, именно поэтому договоренности о динуклеаризации на американских условиях достигнуто не было», написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook. По мнению Косачева, Ким Чен-Ин дал понять Трампу, что динуклеаризации можно достичь только при полноценной и обязывающей договоренности сторон, а не следствием санкций и нового давления со стороны США. Парламентарий полагает, что у американского лидера в этой ситуации не было в кармане плана Б и теперь ему необходимо взять паузу для определения дальнейшей политики Вашингтона. Завышенные ожидания в таких случаях всегда уместны, но не всегда оправдываются. Что и произошло. У США теперь непростой выбор. Но хорошо уже то, что в диалоге США и КНДР не поставлена точка невозврата, заключил сенатор. 27 и 28 февраля во Вьетнамском Ханне проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день саммита, 27 февраля, лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. В четверг, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель «Легенд Метропол», где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. Также американский лидер сообщил, что стороны пока не достигли договоренности о проведении следующего саммита.